здравствуйте добро пожаловать на портал невроза мегаполиса меня зовут алексей красиков добро пожаловать снимаю очередную лекцию по неврозологии и терапии неврозов ваше любимое в сд тревожно фабических расстройств здравствуйте поступает огромное количество вопросов начну я с того что сегодняшний ролик снят для вот этого количества людей показываю вам вот в контакте три с половиной тысячи ваших писем это те люди которые хотят попасть на консульте консультирование научные групповое неважно по skype или лично соответственно показываем количество вопросов которые задается на почту вот этот телефон разбил правда 15 в общем то собственно говоря тысяч и вот три с половиной тысячи в контакте ребятки котятки я не могу физически отвечать вам всем это просто невозможно потому что сотни вопросов день которые вы задаете соответственно что я могу я могу снимать для вас продолжать видео лекции для того чтобы отвечать вам на вопросы которые вы задаете в целом сегодняшняя видео лекция будет посвящена тем самым ребятам которые столкнулись с вопросами вегетососудистой дистонии плохого самочувствия и так далее я расскажу о главном упражнении этот ролик будет очень практичный меньше теоретизации потому что если ты посмотришь предыдущие ролики канала невроза мегаполиса ты увидишь что примерно все про одно и то же и ваш покорный слуга постоянно говорит одно и то же просто по-разному показывает то ли не обстоятельства да и в принципе здесь говорить то больше не о чем да по большому счету я буду говорить все про одно и то же но сегодня я тебе объясню попробую очень просто объяснить что с тобой происходит почему ты испытываешь определенные вегетативные симптомы почему вегетососудистая дистония не лечится и надо ли ее вообще лечить а что лечить надо соответственно этот ролик я анонсировал достаточно давно но давайте коротенько я вам расскажу ночь потому что это единственное время единственное когда я могу для вас снять видео но не важно покой нам только снится давайте начнем с того по вегетоссудистая дистония изменяется проблемой основной паническая атака не является проблемой об этом уже много говорили я мои коллеги вы можете найти массу видео в интернете которые будут говорить вам о том что вегетососудистая косHere кстати не является проблемой это так вам кажется что ваша главная проблема – это ваше самочувствие, ваше беспокойство, ваше вегетативное состояние. Также тебе может казаться, что у тебя главная проблема – это то, что тебя накрывает на улице, накрывает ещё где-то, накрывает ещё как-то. Либо тревожные мысли, навязчивые мысли. Это всё правда. Относится это к классу неврозов. Разделы F4, рубрика F4 в МКБ-10, международной классификации болезней. Десятого пересмотра. Не знаю, 11-е уже вышло или нет, надо посмотреть. Но неважно. Давай я тебе расскажу о самом главном. Вы любите, знаете, в Ютьюбе главный секрет, вся правда. Я не очень люблю такие популистские заявления, но, тем не менее, расскажу тебе сегодня главное упражнение, которое тебе нужно будет запомнить с сегодняшнего дня. И тебе надо его понимать и применять, самое главное. Это упражнение, кажется, будет казаться очень простым, но если вы смотрите этот ролик, а зрителей у меня немало, мы сегодня, кстати, отмечаем миллион просмотров канала Невроза Мегаполиса, с чем я вас торжественно поздравляю. И хочу вам сказать большое спасибо за доверие и за просмотры. Горжусь тем, что не накручено ни одного лайка, ни одного просмотра, потому что многие ребята любят популяризировать свои страницы, так скажем, покупкой определенного количества накруток. Это сейчас очень сделать несложно, как я понимаю, да, но у меня есть просто такой внутренний принцип быть честным, искренним и таким, какой я есть. Вот мне очень приятно, что те цифры, которые я вам показываю, они живые, ненастоящие, мне очень от этого комфортно. Но, как сказал один замечательный герой фильма, села за тем, у кого правда. Вот, собственно говоря, поэтому мне и приятно. Так вот, упражнение, которое я тебе сегодня скажу, оно может применяться как к фигетососудистому напряжению, так к панике, так и к работе над агорофобией, так и над навязчими мыслями, так и над уже дальнейшим работой над неврозом и так далее и тому подобное. Понятно? То есть, раскрою тебе тот самый секретный секрет, который ты хочешь узнать. Скептики скажут, что же за секрет секретный такой? Ведь если сейчас, то и раскроешь нам секрет, ведь весь мир психотерапии останется без работы. Логично? Объясняю. В мире психотерапии неврозов нету метода и нету упражнений и нету подхода, который можно создать или сотворить, и все исцелятся, и все все поймут, и всем все станет хорошо. Объясняю. То, что я могу передать вам вот так вот дистанционно, это лишь упражнения, концепции и понимание того, что с вами происходит. Вы эти концепции и упражнения можете применить для того, чтобы вам облегчить ваше самочувствие, для того, чтобы вам стало понятно, это образовательная часть неврозологии обязательно, и практически упражнения. Но проблема в том, что вы сейчас увидите, я буду рисовать схему о том, что ваше напряжение, а я буду сегодня много говорить словами напряжение, оно не является фундаментально терапевтичным для вас. Но вначале вы должны освоить то, что я сегодня вам дам. Неважно, на каком вы уровне находитесь, вы только пришли с судорожными мокрыми ладошками, ВСД, как лечить, вся правда о ВСД, как оно лечится. Или вас засосал на какой-нибудь форум, где куча странных людей обсуждают, что это всё ужасно и не лечится. Конечно, не лечится, потому что они лечат совершенно не то. Не ходят по врачам, и они считают, что вегетососудистый дистанин – это проблема сосулов, проблема головы, проблема вегетативной регуляции, которая никак не связана с их эмоциональным состоянием. А если и связана, то очень косвенно. Потому что что-то случилось в организме, что-то сломалось, и вот теперь пошла дисфункция. И кто избавился? А как избавиться? Вот этот маразм, конечно, никогда не закончится. Поэтому я и мои коллеги снимаем вам видео лекции для того, чтобы популяризировать психотерапию в стране. И я был в Петербурге, и мои коллеги, мы видим реальные изменения. Люди начинают звонить, приходить, понимать, что вопросами вегетососудистой дисфункции, паники, тревоги, навязчивости занимаются не врачи-интернисты общей практики. Им и занимаются психологи, психотерапевты, консультанты-психотерапевты различных модальностей. Про метод мы сегодня, кстати, тоже поговорим, как выбрать психотерапевта, но это в конце. Окей? Итак, давай я тебе расскажу. Значит, я не буду перечислять все симптомы, которые тебя беспокоят, ты их уже знаешь, это там вегетативная вся регуляция, посмотри ролики предыдущие. Давай я не буду тратить твое время на вот эту вот хрень, да? Значит, что я тебе хотел сказать? Хотел тебе сказать следующее. Та-дам! Смотри, я постараюсь простым языком рассказать тебе достаточно сложную концепцию, которые учатся в институтах, там, и так далее, и тому подобное, да? Есть три уровня напряжения, которые ты сам себе создаешь. Под напряжением я и подразумеваю вегетативные проявления. Давай смотри. Значит, представь себе, что я и ты идем на экзамен в институт или на свидание с девушкой. Представь, как ты думаешь, или мы с тобой начинаем ездить на машине за рулем, у нас будет с тобой вегетативное напряжение? Потеют ладошки, подмышки, тахикардия, там сохнет рот, слабость, головокружение. Будет? Будет. Это и есть твоя вегетативная реакция. Почему? Потому что ты идешь на экзамен, и ты воспринимаешь экзамен как определенный уровень стресса. Сейчас объясню, почему и как. Но так или иначе, ты создаешь первичное напряжение в своем организме. У тебя учащается пульс, поднимается давление, естественно. Это абсолютно естественные биологические процессы, когда организм находится в состоянии беспокойства, в состоянии опасности, в состоянии напряжения. Напряжение абсолютно естественной закономерности. Или ты идешь на свидание с девушкой, у тебя напряжение, понравлюсь, не понравлюсь, а как оно будет, да? У тебя мокро там где-нибудь, да? Тот же самый оргазм. Замерьте вегетативную гидравитику, видите, куча всплесков вегетативных. Вот первичное напряжение у тебя формируется в обстоятельствах. Пишу. Обс. Обс – это обстоятельства, окей? Обстоятельства. У тебя в жизни происходят какие-то обстоятельства. Отношения с мамой, с папой, отношения в институте, отношения с девушкой или с парнем, с мужем, с женой, на работе. Какие-то обстоятельства. Понятно? Вот это важный момент. К этим обстоятельствам ты начинаешь преломлять невротический взгляд. Вот теперь смотри, самое интересное. Что вот в этих обстоятельствах, которые у тебя происходят в жизни, которым ты существенного значения не придаешь, ты на эти обстоятельства определенным образом смотришь. Вот то, как ты смотришь, и будет вызывать у тебя определенного рода реакцию. Пишу дальше. Реакция. Смотри. Мы с тобой пошли на экзамен. Это наши обстоятельства. Или у тебя проблемы с мужем, или с женой, или на работе, или с каким-то нереализованным планом, или ты не можешь принять решение в жизни. Это все обстоятельства. Ты на них смотришь определенным уровнем. Сейчас я буду говорить. Вот это будет центральная твоя проблема. И смотришь на них так, что ты создаешь определенную реакцию. И, например, у нас с тобой будет эта реакция в виде эмоций. Пишу эмо. Окей? Эмоции. Эти эмоции вызовут у тебя естественное, вегетативное напряжение. Вот у нас с тобой первый уровень. Мы создали. Есть обстоятельства, которые ты как-то оценил. У тебя произошла реакция. У тебя сформировалось эмоции и сформировалось вегетативное напряжение. Мы с тобой сдаем экзамен. Скажи мне, пожалуйста, все ли люди сдают экзамены в нашей жизни? Все. И у всех вот эта цепочка работает одинаково. Мы пошли на экзамен, как-то его поняли, например, эмоционально отреагировали, создали вегетативную реакцию. Видит эхикардии, мокрых подмышек и так далее. Окей? Вот эта вегетативная реакция будет называться вегетативная реакция первого уровня. В ней нет никакой патологии и в ней нет ничего особенного. Или, например, тебе изменил муж. И ты об этом узнала. Обстоятельства. Ты на него как-то посмотрела, создала реакцию, эмоцию, вегетативное напряжение. Ты пошла на свидание Ты на это как-то посмотрела, создала реакцию, эмоцию Вегетативное напряжение, окей Поняла? Понял? Супер Вот скажи мне, пожалуйста, где в этой конструкции ВСД? Как болезнь На самом деле, вот здесь, в самом конце Вегетативная реакция, которую ты испытала Чисто технически, медицински и физиологически И будет вот это Но тут еще нет проблемы Теперь смотри, что происходит у тебя дальше Когда ты испытала Вот эту Это вот я сейчас так напишу Первое Второе Когда ты испытала Вегетативное напряжение Обычный человек К этому вегетативному напряжению На экзамене, на свидании Или в обстоятельствах какого-то Отношения на работе С мужем и женой Относится как естественное напряжение Потому что есть определенные сложности в жизни Проблема невроза заключается в том Их две Первичных Что ты смотришь на эти обстоятельства Настолько жестко Настолько негибко Что ты создаешь не просто реакцию Потому что я иду на экзамен И ты идешь на экзамен И я испытываю естественную реакцию В виде естественного волнения и озабоченности А ты идешь на экзамен И испытываешь панику Испытываешь страх дикий Потому что А вдруг я не сдам? Что скажет мама? А как подумают люди? А вдруг я засыплю? А что будет, если я не сдам? Я же лоханусь перед всей группой Я что получается тупой? Какой кошмар? Нет, надо сдать Надо сдать А то и меня никто не будет любить от этого Я же докажу, что я даун Вот примерно так Ты будешь смотреть на разного рода обстоятельства И конечно твоя вегетативная реакция Будет гораздо выше А у меня она будет естественной Потому что смотрю я на эти обстоятельства по-другому Так вот Мы с тобой оба создали вегетативную реакцию У нас у обоих тахикардия Мокнут подмышки И мокнут ноги Не важно что И вот теперь ты из обычной вегетативной реакции Создаешь вторичную проблему Ты начинаешь эту вегетативную реакцию Как ты думаешь, что делать? Ты начинаешь ее обдумывать Ты начинаешь эту вегетативную реакцию Придавать существенное мистическое значение И говоришь Ой, что со мной? Ой, а не задохнусь ли я? Ой, кажется, чистит сердечко А у меня знакомый умер А у меня там я слышала Что-то как-то не то Кажется, что-то случится И вот здесь и создается Самая главная первичная проблема Ты вегетативную, естественную реакцию Начинаешь обдумывать И обдумывать ты начинаешь ее страшилками Страшилка, пишу Страшилка Какой ты говоришь Кажется смерть Кажется помирает То есть ты обычному Вегетативному состоянию При определенного рода Эмоционального фона Ты начинаешь придавать Мистическое значение И вот так ты из первичного Вегетативного напряжения Формируешь Что после страшилки Вегетативное напряжение В квадрате Ты его усиливаешь Ну тут у нас выделяется адреналин Я не буду тебе про это говорить Потому что наверняка ты об этом знаешь Итак, мы пошли на экзамен Мы посмотрели на этот экзамен по-разному Или нас уволили с работы И посмотрели мы по-разному Я разочаровался и сожалею И у меня в норме вегетативная реакция Техикардия, беспокойство Но не такое сильное А вот ты посмотрел на это так Что твоя вегетативная реакция эмоциональная Слишком высокая Соответственно, когда у тебя слишком высокая Вегетативная реакция Ты говоришь, ой, что со мной И начинаются истории про смерть Где ты что-то слышал Где ты предполагаешь Про инфаркт, инсульт, тромбы А то вдруг давление подскочит Ой-ой-ой И вот так ты усиливаешь вегетативную реакцию И вот здесь у тебя будет формироваться паника То есть, здесь можно в принципе В кавычках написать Что может случиться паника Потому что ты очень сильно испугаешь Этой вегетативной реакции Но это еще не все Ты берешь и полируешь это все Третьим уровнем Ты берешь Вот эту вегетативную реакцию В квадрате Которая у тебя происходит Изо дня в день И ты опять задаешь ему Много страшилок И самое интересное Что ты говоришь примерно так Когда это закончится Ничего не помогает Никто не знает, как лечить Я больной А если я больной, я не справлюсь А как же я буду работать А я должен достичь успеха А у меня же это проблема Никто не знает, как лечить И ты говоришь Себе отвечаешь Я болен Все пипец Все пропало Я не достигну результатов А вдруг я стану инвалидом Мое самочувствие не дает мне работать И тут ты формируешь Вегетативное состояние В кубе И приплыли И вот так ты попадаешь В порочный круг А теперь смотри еще раз Что с тобой произошло У тебя в жизни С мужем, женой, с работой В жизни в целом Формируется невротический взгляд Изначально Из-за этого невротического взгляда Все твои реакции на обстоятельства Эмоциональные Гипертрофированы Из-за этого ты испытываешь Вегетативное напряжение Затем ты это вегетативное напряжение Начинаешь оценивать И говоришь Ой, а что это? Мистически А как это? А это смерть Это инсульт И создаешь вегетативное напряжение Усиленное Здесь же будет формироваться паника А затем ты берешь И если это повторяется Изо дня в день Ты этому вегетативному напряжению Придаешь значение Апокалипсису Что это не вылечится Что это повторяется Что никто не знает, что делать Что ты станешь неэффективным У тебя ничего не помогает И вот тут ты формируешь Третью стадию вегетативной реакции Где она изо дня в день Начинает повторяться И ты убежден Что у тебя есть какие-то проблемы В организме Которые никто и никак не может решить А обследование ничего не находит Ты подумай А теперь посмотри сюда внимательно А в чем изначально-то была проблема Подсказываю Обстоятельства не являются проблемой Потому что жены, мужья, дети, работа Достижение целей Все это обстоятельства повседневной жизни Запоминай Первая твоя проблема в том Как ты посмотрел на эти обстоятельства И вот тут у тебя сформировалась первая проблема Твоя реакция на эти обстоятельства Слишком невротична Это и есть невроз Вот он здесь И ты из-за этой реакции невротической И создал то самое напряжение Которому придал мистическое значение Узи его усилил А потом все это полирнул со словами Это никогда не закончится Что со мной я больная И еще раз Первая твоя проблема Это невротический взгляд на обстоятельства Многие зрители канала сейчас скажут Что они не видели вот этих обстоятельств Они вдруг увидели только вот это В какой-то момент времени у них вдруг случилась Вегетативная реакция Они ее испугались И полируют это каждый день безвыходностью Вы просто не видели никогда вот этот момент Вы видели всегда только реакцию А я вам говорю, что на самом деле Если вы придете в кабинет профессионального психотерапевта Он вам покажет, что на самом деле Ваша вегетативная реакция С которой все начинается И начиналось Она естественно закономерна В тех обстоятельствах В которых ты как-то смотришь странно И продолжается по сей день И пока ты не изменишь Вот это вот Воззрение на обстоятельства Твоя вегетативная эмоциональная реакция Не закончится Пока ты не сможешь Давать рациональный ответ На то, что моя вегетативная реакция Сейчас Это естественное Эмоциональное состояние Потому что я что-то в своей жизни Есть какие-то обстоятельства Которые я эмоционально Интерпретирую неправильно И поэтому Майта хикардиака Он в горле Бла-бла-бла Бла-бла-бла Является не проблемой А является просто Вегетативной реакцией Которой я не должна Придавать мистического значения Это не опасно И не страшно И я не должна Постоянно это осуждать И думать, что это не изменится Но большинство зрителей канала Они говорят У меня страх Вызывает Сама вегетативная реакция Потому что им кажется Что вегетативная реакция Может привести тебя К смерти Ведь давление поднимается Отвечая Ваша вегетативная реакция На первом уровне И на последнем Не опасна Для вашей жизни Она максимум Что делает Это создает дискомфорт И ваша задача На первом этапе Научиться Вегетативную реакцию Вот эту Хотя бы Не разгонять В страшилку И естественно Не осуждать Это каждый день Просыпаясь У меня лучше У меня лучше Я выздоровела Я выздоровела Тем самым Вы формируете Тревогу постоянную А выздоровела я А у меня отпустило Меня отпустило А накроет ли меня на улице А может накроет И вот тут Вы формируете Что если вы будете думать О том Накроет ли вас на улице Накроет ли вас на работе Накроет ли вас там-то Как вам кажется Это же вам кажется Что происходит автоматически Там Автоматически Вы уже вторично Формируете проблему Вы ожидаете Вегетативной реакции И ваши обстоятельства Это ожидание Вегетативной реакции На которую вы опять Смотрите драматично Ожидание Формирует напряжение Которое Опять вы говорите Ой Опять что-то со мной накрывает Опять формируете страх Опять говорите Это безвыходно Знакомо? Мне очень Соответственно Первое Что вы должны понимать Вы не должны Вегетативной реакции Придавать Катастрофического Мистического значения Считая Что это приступ Который может привести Вас к летальности В кабинете психотерапевта Вы должны будете понять Что когда вы справитесь С паникой И с общим пониманием Вегетативной реакции Вы будете работать Над воззрением На обстоятельства Потому что вы поймете Что ваши обстоятельства И являются проблемой А точнее Простите Не обстоятельства А ваше воззрение На эти обстоятельства Муж, жена, работа Люди вокруг вас Либо вы придаете Людям какую-то Претензию Они должны Вести себя так Как им не надо Либо вы к себе Предъявляете претензию Я не такой, как надо Я должен Лучше, дальше, сильнее Либо вы слишком нормативный И тогда это ОКР Либо вы слишком Предъявляете претензию К себе И тогда это неврастение Либо вы предъявляете Претензию к окружающим Тогда это истерия А не ВСД Соответственно Первое, что вам надо Научиться делать Из этого видео Это понять Что ваша Вегетативная реакция Является естественным Следствием Вашего воззрения На обстоятельства Не надо давать Вегетативной реакции Такого драматизма Не надо Наблюдать Ждать Ожидать Скажите себе просто Вегетативная реакция Которую я испытываю Это эмоции От этого никто не умер И ничего не произойдет Но сейчас я буду Давать вам упражнение Кажется просто Концепцию поняли? Были обстоятельства жизни Тут у вас было все хорошо Но вы стали смотреть На них слишком драматично Случилась вегетативная Естественная реакция Которую вы придали Мистическое значение Потом подумали Что это никогда не изменится И оно замкнулось Это понятно? Хорошо А теперь самое главное упражнение Которое тебе надо запомнить С сегодняшнего ролика На каком бы этапе Твоей терапии Ты не находился В начале Или в середине Есть одно простое упражнение Как справиться С вегетативной реакцией Дома, на улице На работе Как справиться С мыслями Которые лезут тебе в голову Запоминай Есть такой принцип Он называется Принцип сопротивления На этом принципе Мировая наука Вывела Огромное количество Техник и методов Но я Расскажу тебе Самую главную основу Самая главная основа Она же твоя Друг мой Проблема Заключается в том Что ты считаешь Что вегетативного напряжения Или панической атаки Или навязчивых мыслей Не должно быть И ты делаешь Примерно так Нет, 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 нет Только бы не накрыло Держись Держись Так, тихо, 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 тихо Нет, нет, нет Только бы не было Только бы не было Нет Вот от этого Вот сопротивления Ты формируешь То самое напряжение То есть ты фактически Каждый день Находишься В боевой готовности Ты говоришь Я должна быть на чеку Только бы не случилось Только бы не накрыло И ты выходишь на улицу Уже в ожидании Что вот надо держать Надо держать оборону Потому что Если я сейчас отпущу Я либо умру Либо обоссусь Либо упаду Либо запаникую Либо начну лифаком Махать на улице Эй, эй, эй Да И вам кажется Что если вы Чем сильнее Вы будете сопротивляться И держать контроль Над собой И напряжение Тем быстрее Что-то с вами не случится Вот это и есть Ваша проблема Запоминай Твоя проблема Формируется В большинстве случаев На начальном этапе Вегетососудистых проявлений Которые ты потом Вот здесь Это формируется Ты сопротивляешься Вот этому Вот если ты Испытаешь Вегетативную реакцию Неважно даже В каких обстоятельствах Как ты на нее посмотрел Она у тебя просто есть По факту Не надо Пытаться Сопротивляться Этому процессу Просто Прими это Как вегетативную реакцию Эмоций И сделай вот так Пойдем со мной Ничего страшного Так, что там у нас Да, некомфортно себя чувствую Да, что-то как-то Ну, вегетативно некомфортно Ну, бывает И продолжай делать то, что ты делаешь Не надо делать вот так Опять оно Опять оно Боже мой Боже мой Когда это закончится Когда это закончится Я больше не могу это терпеть Сколько можно Что же мне ничего не помогает Ну, сколько Вот, что ты получаешь от этого Кроме напряжения Ты ничего больше от этого не получаешь Твоя задача Не вот так делать Только бы не думать об этом Только бы не думать об этом Только бы не было напряжения Твоя задача сказать О, вегетативное напряжение Ну, блин Некомфортно Окей Хорошо Пойдем со мной Ничего страшного Просто прими Это Прими вегетативную реакцию Прими вегетативное напряжение Не сопротивляйся А просто Разреши ему быть Разреши быть рядом с самим Подружись Скажи Ну да Ну, есть такая вегетативная реакция Я его побаивался Когда-то Но я не должен сейчас Это драматизировать Не надо отталкивать Вы видели вконтакте Множество психологических пабликов Подружись со своим страхом Иди на него Вы что думаете Это идиоты писали что ли Да это мировая практика Которая на самом деле Уже годами насчитывает Свою эффективность Десятилетиями Потому что Как только вы делаете Только бы не контактировать Со страхом Только бы не контактировать С вегетативной реакцией Только бы не контактировать С панической атакой Все Вы попали А как только вы говорите Ну давай 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 пойдем Со мной Хорошо У меня вегетативное напряжение Окей Да У меня вегетативное напряжение Всем привет Нет, у меня есть вегетативное напряжение. Да, некомфортно. Ну, что мы там сегодня, Леша? Очень приятно. Леша, да, здрасте. Все. Не надо придавать этому значение сопротивления. Вот это понятно? Если ты усвоишь вот этот урок и поймешь это, я тебе гарантирую, что твое вегетативное, паническое, навязчивое состояние как минимум смезится вдвое, а то и вообще. Я тебе больше скажу. Если ты придешь ко мне на занятия очно в группу, вот эту же концепцию мы с тобой будем применять, когда мы с тобой пойдем уже над работой, над неврозом самим. Потому что, если, предположим, в анамнезе, в истории болезни, ты говоришь, Алексей Юрьевич, это началось 5 лет назад, когда я там то-то, 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 и я тебя подвожу к тому, какие были у тебя обстоятельства, вот так, то-то-то-то-то-то-то, и ты мне будешь рассказывать, что у тебя были обстоятельства, на которые ты как-то посмотрел. Конечно, там будут убеждения, но в основе всего этого будет опять лежать принцип сопротивления. Ты говоришь, муж не должен был мне изменять. Они не должны были со мной так. Я должен добиться успеха. И везде будет лежать принцип сопротивления. Люди не должны со мной так поступать. Я не должен так делать. Я не должен совершить ошибку. Я не должен заболеть. Я не должен так поступить. Я не должен обоссаться. И мне не должно стошнить. Люди не должны подумать обо мне плохо. Везде будет лежать этот принцип. Усвой этот урок, и ты во многом облегчишь задачу твоему психотерапевту. Ты во многом облегчишь задачу тебе. Ты сэкономишь кучу бабла, и ты завтра уже сможешь это практиковать, отсутствие этого напряжения. И на 50, как минимум, процентов облегчишь качество своей жизни. А может быть, ты даже не дойдешь до психотерапевта, потому что, возможно, тебе это и поможет на всю жизнь. Понимаешь? В чем подводные камни? Понимаешь, главный подводный камень в том, что большинство людей считают, что если сейчас они отпустят мыслительный процесс о том, что они кого-то убьют, что они сейчас сейчас обоссутся, упадут в обморок, что у них случится тахикардия, аритмия, инфаркт, им кажется, что если они отпустят сейчас это напряжение, то оно и случится. Вот эта иллюзия и является большой проблемой в терапии, потому что нам подчас приходится потратить огромное количество времени только лишь на то, чтобы человек это отпустил сопротивление. И вот чудо, он говорит, знаете самое интересное, что происходит? Иногда у меня были такие клиенты, которым я по полгода долбил одно и то же с разной стороны, они его держались, 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 а потом мне просто занимались. И говорит, да я уже не могу больше, да пускай я умру и обоссусь. И окку, о чудо, оно куда-то пропало. И знаете такие секреты исцеления? Я боролась, 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 а потом мне стало на все нассать, и я вылечилась. Вот чтобы вы быстрее вылечились, услышьте то, что я вам говорю. Меньше сопротивления, больше наоборот вот так. Да пойдем, да некомфортно, ну и что? Что у нас на сегодня? Поехали. Понимаете? Ты сидишь на свидании с девушкой, и у тебя начинается крутя обстоятельства, свидание с девушкой. И ты говоришь, только бы не произойти плохое впечатление, только бы не показаться идиотом, а вдруг начнутся вегетативные реакции. От этого ты формируешь страх, формируются вегетативные реакции, ты говоришь, ой, у меня вегетативная реакция сейчас точно меня накроет, она точно подумает, что я идиот. Вот формируется вторичная вегетативная реакция, и ты говоришь, точно все, я лошара, какой кошмар, что надо делать? Ты говоришь, да, я на свидании, я нервничаю, я очень хочу ей понравиться, поэтому у меня есть вегетативная реакция, но я не буду сейчас делать вот так. Я говорю, да, у меня есть вегетативная реакция, я немного нервничаю, ничего страшного, я буду продолжать диалог, да, я приму это вегетативное состояние как эмоциональное, потому что слишком хочу ей понравиться, что и ошибка является, да, но об этом попозже мы будем говорить. Вот и все. Ты понял основной метод? Он может показаться тебе наивным, может показаться тебе ироничным, но я тебе обещаю, что к какому бы психотерапевту ты не пришел, если он будет использовать научный профессиональный подход, так или иначе ты будешь слушать про одно и то же. Ты сейчас это понял и услышал бесплатно. Включи голову и просто начни это практиковать, так или иначе. Понял меня? Спасибо. Вот, собственно говоря, тебе бесплатно главный и основной секрет. Возвращаясь к началу нашего ролика. И многие прагматики и скептики скажут, если вот это упражнение вот так хорошо работает, чего ж тогда огромное количество людей болеет? Первое. Многие люди об этом не знают. Второе. Многие люди считают, что вегетососудистые листонии это проблема сосудов, органов, и они вообще в другом мире находятся. Они в мире анализов, колоноскопий, сосудов и так далее. Пусть они там сидят на своих форумах дальше флаком руки. Третье. Многие люди боятся отпустить вот это сопротивление. Они считают, что иначе что-то случится. Четвертое. Они приходят к психотерапевтам, которые начинают предлагать им какие-то странные концепции. И, естественно, они работают совершенно про другое, но не про главное. Давай про науку и про концепции. На сегодняшний день существует огромное количество психотерапевтических школ, направлений, методов. Если ты спросишь у меня, к какому психотерапевту идти, то я тебе скажу когнитивно-поведенческому. Есть два направления, да, основных когнитивно-поведенческих. Это когнитивно-бихвиральная терапия CBT, она называется, Аарона Бека, и РЭПТ, рациональная мотивно-поведенческая терапия Альберта Элеса. Они отчасти схожи, но на самом деле немножко разные. Уметь отличать концепцию Аарона Бека от Альберта Элеса является очень большим профессиональным навыком. Я лично работаю в концепции Альберта Элеса, она мне очень близка, понятна, и я нахожу её гораздо более интересной, глубокой и для меня подходящей. Теперь какого терапевта выбрать? Значит, смотри, тут есть одна фишка. Если взять 100 психотерапевтов, которые работают, предположим, в когнитивно-поведенческой парадигме, тебе очень сложно выбрать из 100 вот кого-то. Объясню почему. Слушай меня сейчас очень внимательно. Важно не метод в данном случае, потому что они все работают одним. Вот представь себе, ты пришёл к стоматологу. Один и тот же инструментарий, одни и те же поломберерочные материалы, но руки разные. А почему? Потому что, вот, кстати говоря, многие, знаете, на форумах, там, в интернете говорят, я ходила к психотерапевту, мне не помогло. И они впадают в убеждение, которое мы называем обобщение или сверхобобщение. Что если я один раз пришла к психотерапевту, и эта скотина выписала мне антидепрессанты, или я ходила, ходила и мне не помогло, они обобщают это на всю психотерапию. То есть, если я ходила к Василию Петровичу и мне не помогло, то теперь мне ничего не поможет, потому что Ваша вся психотерапия полная. Вот Вам, да, я к Вам приду. Это большая ошибка, потому что если ты пришла к парикмахеру, и он тебя постриг не так, как ты хотела, это же не значит, что ты теперь ходишь, как кончита урусная. Знаешь, ты просто идёшь и ищешь другого парикмахера, и второго, и третьего, когда Вы найдёте комплаенс, так называемый терапевтический альянс. Как это делается? Запомни, психотерапевт – это человек. Этот человек, я сейчас буду говорить проидеализированного такого психотерапевта, конечно, должен обладать научной подготовкой и научными знаниями. В идеале, если этот психотерапевт состоит в сообществе, проходил не книги читал, а проходил в этом сообществе сертификацию, аттестацию, постоянно повышает квалификацию, проще говоря, он должен в своём методе быть, ну, как минимум, человеком, который в этом методе завязан в сообществе, только не в контакте, а в сообществе научном. Например, если ты выбрал гештальтерапию, то это ассоциация гешталь-психотерапии, если это когнитивно-предельническая терапия, то это ассоциация когнитивно-предельнической терапии. Проще говоря, в этих ассоциациях люди постоянно оттачивают один и тот же метод, один и тот же навык. Но это не главное. Я встречал, когда заканчивал институт психоанализа, огромное количество замечательных выпускников, которые могут вам рассказать, как очень наши все научные концепции, от оральной и анальной фиксации по Фройду до гешталь-концепции фигура фона и контакта, до там всех возможных там расстановок Хеллингера и бог иначе. И расскажут они вам это шикарно. Но стоит посадить к ним клиента, у них язык куда-то пропадает, у них что-то как-то очень все академично, выглядит примерно вот так. Значит, да, там, здравствуйте, проходите, я психолог, да, очень приятно, меня учили в институте, я вот. И у него начинается перебор научных академических знаний, которые в принципе в жизни практически не преломляются в эффективность. Рассказываю. Эффективный психотерапевт, кстати, вот меня тут часто спрашивают, есть ли конкуренция в психотерапии. Ну, смешно, сейчас объясню почему. Психотерапевт – это индивидуальная личность. А чтобы быть эффективным психотерапевтом и выбрать эффективного психотерапевта, ты должен смотреть не просто на научную академическую подготовку, но и на то, как этот человек, как личность работает этой академической подготовкой. Помнишь мои ролики пять лет назад? Я тогда вообще еще не учился. Но те знания, которые я снимал в видео, они уже помогали людям, хотя у меня особой академичности за моей спиной-то и не было. Почему? Потому что я, как личность, мог передать определенные знания и концепции понятно. И уже это помогало. А человек с академической подготовкой не мог. К чему я? Я к тому, что выбирая психотерапевта как личность, а не как академика, смотри, как ты с ним контактируешь, смотри на его качество, обязательно с ним проконтактируй. Теперь есть такой момент, как метод и стиль. Вот если выбрать 100 когнитивных терапевтов, у них как бы метод-то один, но стили у всех разные, понимаешь? Вот возьмем меня, возьмем еще там 10 моих коллег из Санкт-Петербурга. Мы все работаем в одной парадигме. Мы все так или иначе будем про одно и то же плясать. Но каждый клиент выберет своего терапевта по стилю. У Альберта Элеса был достаточно жесткий стиль, достаточно специфичный. У меня специфичный, у моих коллег из Петербурга из ассоциации. У каждого свой стиль. Нету психотерапевта, который подойдет всем. Если взять всю Российскую Федерацию и свалить его к одному психотерапевту, далеко не каждому подойдет один и тот же психотерапевт. Потому что Вася подойдет Пете, Петя подойдет Жоре, Жоре подойдет Сережа, Сережа. И это постоянно. Поэтому конкуренции тут быть не может. Потому что каждый психотерапевт имеет свой стиль, свои какие-то нюансы, свои личностные особенности, свои харизматичные качества. Проще говоря, каждый психотерапевт имеет некий свой портрет клиента, который его выбирает, которому он подходит. Стиль мой, например, не всем подходит. У меня достаточно жесткий, тренерский, наставнический стиль, где у меня есть свои наработки стилистические и так далее. Кому-то я подхожу очень, потому что ему как раз нужен вот этот тренерский, наставнический подход и так далее. Критиковали по поводу внешности, что типа красиков тебя выбирают, потому что ты вот выглядишь как-то. Абсолютно неправда. Но тут есть отчасти элемент правды, потому что, вы знаете, если даже бы я снимал все ролики канала Немроза Мегаполиса в мешке, от того, что я вам говорю и от того, как я это говорю, вы получаете эффективность, а не от того, как я выгляжу. Потому что кто-то считает меня полным уродом, кому-то я похож на... Кому-то я еще на кого-то похож. Да ради бога. Вопрос не в этом. Я еще не видел ни одного клиента, который ко мне пришел со словами, здрасте, у меня все хорошо, я пришел на вас посмотреть. У меня люди плачут каждый день в кабинетах. По много часов подряд. Вы что думаете, они пришли на парня симпатичного, как им кажется, посмотреть? Абсолютная ерунда. Вы должны четко для себя понимать, что выбирайте психотерапевта только от контакта с ним. Попробуйте, поговорите, придите, посмотрите его видеоработы, пообщайтесь. Пробуйте одним словом. Если вам не помог Василий Петрович в той же самой когнитивной терапии, это не значит, что на всей когнитивной терапии надо ставить крест. Если вы работали в гештальт-концепции, это не значит, что на все гештальт-концепции надо ставить крест. Вам помогает психотерапевт как личность, находя подход к вам, а не метод. Метод – это хорошо, но этот метод должен быть в каких-то руках. Поэтому все зависит от рук, в котором находится этот метод, от харизмы, от стиля, от комфорта, который образуется в вашем контакте, от его опыта, от его личных качеств. Понятно? Ну и, соответственно, вспоминай вот концепцию о том, что сначала у тебя есть определенное воззрение, ты формируешь вегетативную реакцию, потом ты ее начинаешь бояться, а потом ты считаешь себя больным, и это замыкается. Обязательно пересмотри вначале. Ну и самое главное упражнение – перестань считать, что вегетативному напряжению, навязчивым мыслям и всей этой вегетативной байде надо сопротивляться как можно сильнее. У меня была одна клиентка, которая испытывала огромную вегетативную реакцию, потому что она ездила в метро с сжатым сфинктером, потому что ей казалось, что если она его разожмет, у нее брызнет из всех щелей. Можете представить вообще с сжатым сфинктером проехать там, ну хотя бы там 10 станций в метрополитене? Ну там у кого хочешь потечет, знаете, потому что сжатое напряжение сфинктера, а то вдруг польется, оно и создает это состояние. Как только она у меня сфинктер разжала и сказала, ну обосусь, обосусь, куда-то напряжение пропало, о чудо. Надо понимать, что чем больше вы сопротивляетесь, тем больше оно усиливается. И даже если вы перестанете сопротивляться и сделаете вот так, напряжение отчасти, как я вам говорил, будет, но лишь отчасти, потому что следующим вашим шагом будет изменение воззрения, которое создает это вегетативное напряжение, которому больше не сопротивляется, оно вас не так сильно корежит. Но следующим вашим шагом – это работа над миром воззрением, работа над невротическим воспринятием обстоятельств. И, собственно говоря, ваша терапия будет закончена. Я надеюсь, этот практический ролик был для вас интересным, эффективным и полезным. Спасибо. Канал Невроза Мегаполис, ваш Алексей Красиков. Если хотите, чтобы я приехал в ваш город, следите за новостями. Я сейчас езжу по городам с семинарами. Санкт-Петербург, Москва, Краснодар, Нижний Новгород, Самара. Пожалуйста, приглашайте, я приеду. Или ждите анонсы, я буду сам набирать группы в вашем городе. Мой скайп доступен для индивидуальных занятий, групповые занятия по скайпу тоже, возможно, они дешевле. Милости просим на 5 месяцев, от и до будем разбирать. Что еще? Вы можете заказать блок вебинаров на сайте. Это 12 вебинаров по 3 часа каждый, которые… там 12 тем очень важных, посмотрите на сайте безневроза.тв. Рекомендую вам эти знания получить. Это поможет, если вы со мной не сможете работать, то когда вы просмотрите 12 вебинаров, у вас будет такое количество знаний, что вы любому психотерапевту, мне кажется, уже фору дадите. Как пошутил Дмитрий Викторович Ковпак на одном из наших семинаров по когнитивной терапии, депрессии, по-моему, он вначале говорит, от Алексея приходят очень подготовленные клиенты. И действительно, вы когда просматриваете канал Невроза Мегаполиса, вы действительно набираетесь знаний, набираетесь подготовки, и с вами работать нашим специалистам очень уже проще. Не приходится вам объяснять прописные азы. Поэтому это и есть основная задача канала Невроза Мегаполиса и вашей, потому что я же не могу объять необъятные. Видели цифры? Уже мариновать, что мне вас нужно в банке. У меня 5000 клиентов в ожидании. Ну, что я с вами сделаю, да? Соответственно, я выполняю свою миссию профессиональную, социальную. То, что я сегодня вам рассказал, очень важно для вас. Попробуйте не упустить это знание. Увидимся. Ваш Алексей Красиков, Невроза Мегаполиса. Смотрите канал, записывайтесь в ВКонтакте или по телефону. Пожалуйста. Счастья вам, здоровья. Увидимся пока.